После поездки в Костромской северо-восточный угол я вернулся на трассу Кострома-Киров и взял курс на выезд из Костромской области. На самом востоке региона в Поветлужье в Поназыревском районе есть интересный поселок Якшанга. Я решил заехать в него. Если раньше я искал небольшие старинные городки, районы с многовековой историей, то Якшанга появилась лишь чуть больше века назад. Это другой тип поселений, который тоже распространен в Костромской области. Они начали расти в конце 19 в начале 20 века, как раз тогда, когда херели прежние городские центры. Секрет таких мест в их расположении. Якшанга появилась на железной дороге в Гагаринской власти Ветлужского уезда, когда была построена полуказарма 937 верста. Линия Волок-Довятка, где расположилась станция Якшанга, была запущена в 1906 году. Поселок Якшанга назван так по одноименной реке, название которой происходит от Марийского стройный высокий. Это может быть связано со своеобразием местности, которая как бы возвышается над болотистыми окрестностями и тут растут высокие сосны. Еще одна версия названия – это происхождение от слова Шанга, что означает по-марийски речка. Тогда Якшанга может переводиться как река с низкими болотистыми берегами. Железнодорожная станция находится почти в центре поселка. Бревенчатое здание первого вокзала не сохранилось. Сейчас здесь такая конструкция из вагонки, которая вряд ли по размерам соотносится со скромными масштабами поселка. Особый колорит этому месту придает монумент серп и молот. Над станцией возвышается восьмигранная водонапорная башня времен постройки дороги. Точнее то, что от нее осталось. Железная дорога сильно облегчила доступ к лесным богатствам этого края и районом Якшанги заинтересовались лесопромышленники. Лесопильный завод здесь решили построить представители американской компании Зингер. За несколько лет они возвели сам лесозавод, котельную, жилые дома при заводе, силами крестьян соседних сел. Была построена водокачка, насосная станция, кирпичный заводик. Лесопильный завод был запущен в декабре 1913 года. Работали здесь крестьяне окрестных сел. Они приходили к 6 утра. Трудовой день занимал 10-12 часов всю неделю, за исключением воскресенья, когда они могли вернуться к своим семьям. К началу революции в поселке жили около 160 человек, не включая временных или сезонных рабочих. А сейчас тут порядка 900 жителей. В конце 1918 года завод Зингер был национализирован и перешел в видение главного комитета лесной и деревообрабатывающей промышленности в СНХ. В советское время здесь был создан лесопромхоз. Остатки лесного производства мы и можем сейчас лицезреть. Леспромхоз уже больше 10 лет как признан банкротом. Здание завода постепенно разрушается, справа к нему примыкает водонапорная башня, тоже постройки начала 20 века. Раньше у нее был деревянный верхний ярус с кровлей, там находился резервуар для воды. Но несколько лесозагодовительных предприятий в последние годы еще работали. Например, это ООО «Якшанский лес». Хотя по внешнему виду и не скажешь. Асфальтированных дорог тут нет, да и в целом поселок выглядит весьма запущенно. Рядом с водонапорной башней стоит деревянный жилой дом постройки 1920-30-х годов. Здание рублено из бревен и обшито тесом. На каждом этаже тут четыре квартиры. Я решил погулять по окрестностям бывшего завода. Одной из исторически первых улиц поселка является улица Папанино. Здесь строились первые дома еще до революции, которые составили поселок при лесозаводе Зингер. Это поселок из 11 домов, который был построен к августу 1913 года. Сюда провели редкое для того времени электрическое освещение, а также сделали водопровод. В этих домах жили служащие поселка. Всего сохранилось шесть деревянных одноэтажных домов на кирпичном цоколе. Интересно выглядят и некоторые другие избы в поселке. Например, это похоже на здание амбулатории. Магазин находится в такой крепкой большой избе. Да и в целом нынешний поселок почти сплошь деревянный. Встречаются тут и творческие личности. Большое спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Смотрите мои другие видео по Костромской области. До скорых встреч!